РБК подсчитал, что деятельность ОНФ в 2015 году стоила 455 миллионов рублей. Сюда вошла стоимость проведения мероприятий, зарплаты, аренды офисов, содержания сайтов и прочее. СМИ сравнивает стоимость деятельности ОНФ со стоимостью деятельности одной политической партии. Также можно заметить, что в последнее время ОНФ занимается присмотром за губернаторами и их неэффективными тратами. Что есть ОНФ? Можно ли верить расчетам СМИ? Можно ли сравнить ОНФ с политической партией и является ли эта структура некой дубинкой для регионов? Об этом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. Эксперт уверен, что расчетам СМИ, на стоимости содержания ОНФ можно верить. Но эффективны ли траты? Ну это трудно посчитать, но мы видим, что сейчас Народный фронт борется со всякими лишними расходами, шугает губернаторов, местной администрации на предмет лишних трат. И здесь нужно считать, сколько денег они таким образом сэкономили. Хотя я сомневаюсь, что посчитать можно, потому что понять нельзя, сколько чиновник собирался потратить или положить себе в карман, а тратить не решился, потому что за ним следят. Чисто экономический подход, я не уверен, что может сработать, потому что здесь сами понимаете. Расходы посчитать легко, да, посчитали уже, а доходы просчитать трудно. Эксперт указывает, что ОНФ не является политической партией или силой, поскольку зависит от лидера страны. Более того, ОНФ сейчас является дубинкой только для регионов, судя по его деятельности. Да, это региональный инструмент, а не федеральный. Потому что сейчас политика федерального центра заключается в том, чтобы всю ответственность перевожить на регионы, и если уж есть недовольство населения какое-то, оно все больше и больше проявляется, то тоже, чтобы оно не выходило выше уровня региональных властей, чтобы претензии предъявлялись местным властям, региональным властям максимум, но ни в коем случае не федеральным властям. Поэтому понятное дело, что ОНФ это, да, региональный инструмент, если хотите, дубинка для регионов. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».